Добрый день, дорогие друзья! Мы продолжаем нашу рубрику «Встреча с интересными людьми». Сегодня гостья Центра национальных культур Лилия Амелия. Давайте познакомимся с этой удивительной женщиной, которая сейчас сама нам подробнее расскажет о своих увлечениях и интересах. Приятного вам всем просмотра! Я есть творящее творение в потоке сущего всея. В его святом благословении здесь познаю саму себя. Рисует небо облаками, земля цветастыми коврами. Мы все рисуем жизнь свою. В ней, как умею, я творю. Добрый день! Я Лилия Амелия. Приглашу нас сюда, чтобы поделиться своими увлечениями, творческим опытом на моем жизненном пути и немного рассказать о себе. Родилась я в городке Рокишкис. Мама – литовка, папа – украинец. Когда же мне был всего лишь годик, семья решила переехать. И Клайпеда, наш прекрасный город, стал моим городом. Здесь я училась, росла. В детстве, наверное, больше себя помню романтиком и читателем, нежели суперприлежной ученицей. С самого детства меня влекло разного рода творчество. Я буквально влюбилась в мир танцев. Он меня захватил. И к 20 годам я уже танцевала на разных сценах в одном коллективе с такими звездами литовской эстрады, как Неля Пайтиня, Иванаускас, Кучинскас. При мне образовалась группа-студия. Со временем я создала свою танцевальную группу, где была художественным руководителем, моделировала костюмы, создавала хореографию. Много было сюжетных танцев. Приходилось танцевать на разных сценах Литвы и не только Литвы. Группа была популярная. И была у меня не одна такая группа. Танец присутствует в моей жизни до сих пор. Это моя неотъемлемая часть. А сейчас, в настоящее время, я очень увлечена искусством восточного танца. Он раскрепощает, вдохновляет, зажигает. Буквально дает такой мощный поток энергии. А самое главное, нравится людям. Очень приятно видеть радостные и веселые лица. Еще одно из моих приятных мне увлечений – это рисование. Одно время я очень увлеклась рисованием масляными красками. Позже мне понравилось рисовать и мантлы. И это очень интересно, когда ты обычно даже не знаешь, что ты будешь рисовать. Ставишь точечку, и под твоей рукой в успокоении ума разворачиваются какие-то узоры. Пробовала рисовать и на шелке. Но все же чаще всего руки беру простой карандаш. Я все время нахожусь в мыслеобразах. И самые яркие из них я переношу на лист бумаги. В черно-белом цвете. Позже перелистывая. Я опять погружаюсь в это состояние. И оно вдохновляет меня опять на какой-то новый творческий взлет, подъем. Еще будучи в молодости, приходилось не раз побыть и фотомоделью. Но меня всегда тянуло оказаться по другую сторону объектива. Быть в полном этом творческом процессе. И позже, когда я приобрела фотоаппарат, то фотография глубоко вошла в мою жизнь. Мне это очень нравится. На данный момент я фотохудожник Литвы. Делаю персональные выставки. Участвую в общих выставках. Фотографировать нравится многое. Особенно нравится фотографировать детей, природу. Фотография помогает видеть и замечать то, что обыденным зрением мы в своей спешке чаще всего не замечаем. Когда же удается сделать действительно хороший кадр, запечатлеть то, что хотелось, то это для меня прямо состояние счастья и огромное удовлетворение. Ты словно останавливаешь мгновение. Кстати, эту выставку последнюю, свою персональную, я тоже не просто так назвала мгновение прекрасное. Потому что так хочется, чтобы в нашей жизни было как можно больше прекрасных мгновений. Как графические образы рождаются в моей голове, так же и поэтические выражения рождаются сами по себе. Они приходят от состояния души. На данный момент я член, активный член литературно-поэтического клуба «Среда». Стихов я написала очень много. Они действительно просто текут рекой. А последние годы я уже не успеваю их записывать. Я прямо их надиктовываю на диктофон. Хожу, гуляю, разговариваю с природой, но уже разговариваю с стихами. И это классно. Стихов я тысячу написала. И все о том же, о любви. Не все берет свое начало, ведь из нее растут миры. Но вообще стараюсь писать больше именно позитивных стихов. Потому что считаю, что мы вообще все ответственны за то, что мы несем в свой мир. И в том числе через искусство. Но лучше всего стихи приходят, когда ты находишься в состоянии внутренней тишины, абсолютной гармонии. Когда нет никаких помех. Когда ум погружается в сердце. И вот тогда действительно они начинают тулиться прекрасной рекой. И ты просто как наблюдатель слышишь и принимаешь, ощущая свое состояние. Вот тишина – это вообще просто волшебное состояние. Надо научиться ее слушать. О, тишина души блаженства! Как можешь звучно ты звучать! И в необъятном сокровенном так много-много рассказать! И именно в тишине по-настоящему слышен чистый голос сердца, который тебе подсказывает, на верном ли ты пути, куда тебе идти. И вот я вообще в своей жизни всегда руководствовалась импульсом сердца. Ощущала, что во мне приумножает любовь, что меня расширяет. Вот, и поскольку я всегда тянулась к тайным мирозданиям, то в свое время это меня привело и к такому сильному увлечению астрологией. И на том жизненном этапе это мне очень помогало, было интересно, расширяло. И помогало лучше понять людей, характеры. И в конечном итоге это сподвигло меня на более глубокий искание ответа на вопрос, зачем же человек живет на Земле. И ответ на этот вопрос я пытаюсь найти и изложить для себя и для других в книге, над которой сейчас работаю. И хочу назвать ее «Вернуть себя себе». Надеюсь, что книга увидит свет и будет полезна людям. Ну, это в будущем. А сейчас искренне хочу пожелать всем быть в состоянии внутренней гармонии, в гармонии с самим собой и со всем миром. Почаще погружаться в свою тишину. Научиться слушать голос сердца, голос совести. И осознавать, верным ли мы путем идем, ценить каждый день, быть в радости. Непринужденная радость, как дети, радоваться каждому мгновению бытия. Каждый день – это подарок. Цените вашу жизнь, цените и любите себя, чтобы было чем делиться с миром. А я вас благодарю за внимание. Будьте счастливы! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok